Я просто задумываюсь на российский номер. Меня зовут Дмитрий Шаповалов, я работаю в компании Козаклапс, должность меня называется Инфраструктурный инженер. Приветствую вас сегодня здесь, рад вас видеть, рад с вами познакомиться. Значит, кто вы такие? Мы компания, которая занимается, мы британская компания, которая занимается разработкой security продуктов, в том числе open source, мы, кроме того, проводим консультации, мы проводим тренинги, мы очень-то активно поддерживаем open source сообщество. О чем я хотел бы сегодня поговорить? Батис очень хорошо сегодня задал тон, мне понравилось, по поводу зоны интереса, зоны ответственности сегодняшнего девопса. И я думаю, что мой доклад сегодня как раз в этой же струе и будет. Почему? Потому что девопс сегодня занимается, как Борис сказал, и вопросами организации самого процесса работы, и вопросами инфраструктуры, вопросами техническими. То есть круг, его сфера интереса достаточно большой. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить о вопросах безопасности при построении инфраструктуры, вопросах безопасности при разработке и дальнейшем, кстати, деливере вашего приложения, скажем, ну, с точки зрения нашего опыта, как компания, которая занимается open source, скрипитусом. Почему? Я вот делаю акцент на том, что мы секьюрити-компания, и чем это вообще, в принципе, отличается от всего происходящее вокруг. Если мы сейчас проконтактируем с различными нашими коллегами, мы проконтактируем с нашими клиентами, которые приходят за консультациями, в том числе, так сказать, с девоксами. И первое, с чего начинается диалог, это, ну, диалог начинается с всем известных слов. Жайл, Блокер, Кубернетис. То есть, по моим обретениям, сегодняшний девокс, среднестатистический, там некий, да, он очень хорошо знает все эти слова, очень хорошо знает эти термины, очень хорошо имя оперирует. Но как только мы начинаем докапываться до сути, как только мы начинаем искать, где же у него есть проблемы в безопасности, то выясняется, что вот под этим верхним слоем, ну, очень много проблем. Почему это не проблема единичного какого-то, то есть это не проблема человека, его низкого уровня профессионализма, это, наверное, проблема сегодняшнего вообще девокс. Почему? Потому что ввиду широченной области, которую он занят, он вынужден думать и работать с высокоуровневыми матерями, часто забывая о простых вещах, которые очень сильно влияют на безопасность и нечто ваше. В качестве выступления хотелось бы вот кратенько рассказать, наверное, многим известную историю по поводу того, каким образом разрабатывались американские самолеты, в частности военные самолеты. В 40-х годах возникла проблема в том, что большое количество инцидентов, большое количество катастроф, связанных с самолетами, и пилоты часто жаловались на то, что самолет сложен, и достаточно проблемно им управлять, и неудобно. В 50-х годах было инициировано изыскание, такие ерунди себя, которые призваны были выявить выявить некие средние параметры, которые были бы удобны максимально количеству пилотам, чтобы им было удобно работать с тем, наше место. Были исследованы более 4 тысяч пилотов, было проведено у каждого более 140 замеров, и, в общем-то, была попытка сделать, то есть вывести некие средние параметры, под эти средние параметры разработать его рабочие места, и, в общем-то, с тем самым уменьшить количество инцидентов. Один замечательный математик в то время задался вопросом, а как много пилотов вообще реально соответствует вот этим вот средним выведенным параметрам. Но оказалось, что ноль. Из 4 тысяч пилотов выведенным средним параметрам соответствовало ноль людей. И замеры, то есть речь шла, соответственно, всего лишь 10 замеров, а не 40. К чему это вступление? Все, что мы сегодня рассказываем, то, что рассказал Борис, то, что буду рассказывать я, то, что буду рассказывать дальше, это плод нашего опыта. Это все очень узкое, узкий взгляд на одну из частей проблемы. Это не решит всех ваших задач, это не решит ваших проблем. Вы просто можете взглянуть глазами, красками инженерной инфраструктуры на все происходящее здесь. Как приступим? По ключевым отличиям нашей сферы. Ну, в первую очередь, это достаточно большие риски. Мы разрабатываем утилиты непосредственно для девелопров. То есть наши библиотеки, наши инструменты, в первую очередь, предназначены для технических специалистов, которые эти вещи будут использовать как у себя в приложениях, так и у себя в локостоплении. То есть, риск и цена нашей ошибки, это цена нашей ошибки, помноженная на цену, в общем-то, ущерба и у компаний, которые это все используют, у себя для секьюристи. В чем проблема вообще? Секьюрити Тимс, это по большому счету такие вот большеголовые криптографы, которые делают очень сложные вещи, которые делают классные, интересные, которые делают хорошие математические штуки, и потом надо вот эти вот штуки каким-то образом составить работать. Проблема не в том даже, чтобы вот эту штуку подать и сказать, ребят, пользуйтесь ее, да? Все начинают ее использовать, но, как правило, используются неправильно. А я об этом чуть дальше скажу. У нас есть очень много криптологоритмов, но, если посмотреть, как их используют, как правило, используются неправильно. И большинство проблем в сегодняшнем мире безопасности связано не с криптостолькостью каких-либо функций. Большинство связано по разным оценкам что-то около 80-90% они связаны именно с неправильным применением криптографии. Так вот, моя задача, Infrastructure Engineer, DevOps, в том числе вот те штуки, которые разобладывают криптологии, подать в той отолочке, которая будет а. удобна для использования, и б. не даст пользователю ошибиться. В чем проблема баланса? Всегда надо понимать, что юзабилити и секьюрити лежат вообще по разной стороне веса. Увеличивая секьюрити, мы всегда непременно, мы всегда будем понижать юзабилити. Как бы нам не хотелось сделать по-другому. Почему это происходит? Когда человек хочет жить удобно, красиво, комфортно, человек строит примерно вот такой вот дом. дом с большими окнами, дом с большими открытыми врандами. Когда человек хочет защищаться, он строит вот такие сооружения. Это тоже неспроста, потому что мы всегда должны уменьшать поверхность атаки, мы пытаемся максимально уменьшить возможность влияния в внешний факт. Понятно, что юзабилити во втором случае очень сильно стадает. Но мы все же попытаемся не противопоставлять эти два термина, а как-то их подружить. В чем вообще проблема юзабилити? Основные вещи. Значит, пользователи очень винивы. Пользователи девелоперы. Реально, работаем с крупными компаниями, к нам подходят, у нас очень хорошая документация, спасибо нашим оптихрайперам, спасибо нашим инженерам. Люди приходят, а как вот использовать эту штуку? Мы говорим, так, документация хорошо, четко написано о сайте. Да, там такое есть, мы говорим про более, так на второй странице, а мы не дочитали. Это реальная история. Они очень редко доходят до второй страницы мануала. Они хотят получить очень быстро решение и потратить на это как можно меньше времени. Ну, вспомните себя, когда вы гуглите какую-нибудь новую штуку, да? То есть этот процесс происходит так. Google, там какой-то термин, и пошли перелистные страницы. Зацепило, не зацепило. Если зацепило, смотрим еще дальше. Травим, я на это минуту, полторы времени. То есть мы хотим максимум результата за минимуму времени. мы хотим на втором этапе, после того, как бы нас что-то зацепило, мы хотим как можно быстрее это все развернуть, потыкать палкой и посмотреть, что из этого будет. Мы хотим дальше попробовать это интегрировать в свое окружение и уже подружить с нашими какими-то продуктами и посмотреть, что из этого будет. И дальше мы, конечно же, хотим внимательно рассчитаться в документацию, когда мы доходим до стадии внедрения в прод и осознать, то есть это именно то, что нам надо или есть какие-то очень претоглодные этапы. Вторая стадия, когда мы все-таки решаем этот продукт, на который мы обратили внимание, более-менее исследовать, по каким причинам она вас может подтолкнуть. Как я уже сказал, это достаточно плохая документация, потому что именно здесь она нам реально становится нужна. Не quick install или quick track какой-то, а реальная документация для интеграции с нашими приложениями. Протоколы и адрия. Если они будут плохо разработаны, очевидно, что у нас возникнут серьезные проблемы уже на этапе первой интеграции. Если ваше приложение не адаптировано к автоматизации, ну в сегодняшнем мире это вообще в общем-то практически сразу фейл. если ваше приложение не может быть развернуто средствами автоматизации, средствами управления конфигурацией, то оно практически сразу обличено на провал. Ну и третья стадия, на которой от вашего продукта могут отказаться, это собственно работа продакшена. Вот здесь все интереснее и сложнее. здесь уже возникают вопросы цены эксплуатации. Здесь уже возникают вопросы насколько ваше приложение может быть нормально обслужено, нормально промониторе, насколько оно вообще вписывается во все окружение потомого работы и насколько ваше приложение сегодня речь о безопасности у нас позволит а. противостоять атакам, б. активно им противодействовать в момент самой атаки и ц. это соответственно делать разбор полета, что же у нас произошло. Это как правило проблема решается добавлением километрии, вот соответственно оттолкнуть может в принципе отсутствие либо некорректное тринопие. Ну и естественно там нестабильность вашего приложения либо недостаточность его функционала это вполне очевидные вещи. То есть проблемы совместимости, проблемы непонятного процесса развития, когда мы сегодня видим баг в приложении и находим но мы не знаем когда вот приложение на базе которого мы строим всю вашу инфраструктуру в следующий раз обновиться. Отсутствие обновлений, неожиданные режимы приложения, то есть ну если мы о чем вещь здесь. Если мы запускаем любую тузу мы ожидаем что допустим добавив ей аргумент ха мы получим какую-то маленькую краткую справку. Если этого не происходит это уже для человека который занимается интеграцией вашего продукта первый признак того что люди отступали от стандартов и где-то в дальнейшем он имеет высокий шанс наступить на такие либо грабли. Вот здесь картинка мне очень нравится и идея которую я пытаюсь постоянно наносить своим девелоперам практически все девелоперы любят обожают стабильные продукты с обратной совместимостью. с кем я не общаюсь большинство девелоперов пытаются вносить бракенченки в каждый релиз. А давайте вот здесь поменяем и все будет классно. А давайте вот новую фич. И когда мы говорим о производстве конечного продукта который нацелен на конечного пользователя это какие-то веб-сервисы и все остальное конечный пользователь этого может не заметить. Когда мы говорим о производстве библиотек инструментов для работы в какой-то другой инфо-соблоре то здесь начинаются проблемы потому что каждый ваш бракенченджес это сотни более то есть сотни единиц более у каждого из девоксов которые будут для этого интервью соответственно как вывод почему ваше приложение в конце концов не будет выбрано после предварительного обзора на первом этапе вы не заинтересовали пользователя то есть недостаточно в самом начале было какого-то интересного текста быстро возможность попробовать на втором этапе это тяжело было интегрировать недостаточно документации сложно проблемы с протоколами и так далее и третья стадия это вот все что здесь написано можно объединить процентов цена эксплуатации это все про деньги то есть если цена эксплуатации вашего продукта будет высокой выше чем у ваших конкурентов от вашего продукта в конце концов кажется ну давайте с этим что-то пытаемся сделать я начну с документации мы сегодня здесь собрались большинство с МДОКС и технические специалисты инженеры но я считаю что документация то что она начинает у нас все инженеры пишут документацию естественно у нас есть Ахрайбер замечательный человек который всем помогает это делать но инженер сам на наших сфер конечно должен писать документацию никто лучше его не напишет не подаст ту информацию которая нужна для людей которые будут интеллировать ваш продукт дальше для того чтобы зацепить человека на первом этапе что мы делаем это множество примеров практически всеми возможными способами подачи которые на день сегодняшний есть это в пакетах это отдельные скрипты это докер это отдельные стенды на базе компоуз вариантов множество то есть человек с широким кругом задачи то есть из широкого круга задачи он может выбрать тот вариант который он будет с различными наборами конфигураций если инструмент достаточно сложный то соответственно необходимости этой литой второй момент важный использование стандарта на мой взгляд это второй момент который каждый инженер должен для себя определить потому что отступление стандарта это проблема интеграции для ваших потенциальных пользователей какие-то стандарты я очень кратко побегу первое это версионирование почему я думаю никому здесь объяснять не нужно мы строим скрипты проверок мы строим алерт на базе версионирования мы на базе версионирования выстраиваем логику обновлений какую-то если изменился папач элемент то мы понимаем что скорее всего брэк нечей нет если изменился минар мы очень внимательно смотрим и так далее это экономия времени для ваших поставить это конечно же протоколы это телеметрия это error коды ваших сообщений логов потому что когда допустим крупная CM-система собирает информацию с множества компонентов одним из которых является ваш то для вашего отдельного компонента писать логику разбора кодов какой-то очень экзотически это всегда проблема какие формы в какой форме поставляет ваш продукт понятно на день сегодняшний это вот основные вещи понятно что сегодня докер практически любое приложение может быть завернуто легко задеплоено во множестве конфигураций испробовано и в изолированной среде запущено попробуем здесь все очевидно пакеты когда мы говорим о пакетах это на день сегодняшний опять же старая классическая форма поставки приложений не стоит забывать о таких штуках как например Alpine то есть сборка пакетов под Alpine на день сегодняшний часто используется для формирования образа блокера и соответственно очень часто нам удобно пакет ставить в Alpine и многие об этом забывают многие просто не готовят пакеты ну и естественно поставка из Samsung опять же часто встречаются людьми которые говорят а зачем им вообще исходный код то есть ну хорошо он там на ките лежит но ему что-то не пользуется с него неудобно когда речь идет о security утилитах когда речь идет о security утилитах open source естественно сообщество хочет знать что этот код был отсмотрен проверен то есть в рамках подхода open source как-то проверен рамок и брать этот код и сам собрать по автоматизации здесь тоже все очевидно детально я особо не буду вдаваться в подробности ваше приложение просто должно иметь возможность хорошо и удобно быть развернут понятная стратегия версии это то что я сказал тоже чуть выше ваш потребитель должен четко представлять каким образом и когда вы будете выпускать релизер если он видел баг как быстро обновится ваше приложение это будет месяц или это будет год он должен строить на этом свою стратегию это очень важно вот это интересный момент вспоминая про наших замечательных кастомеров которые не засчитывают второй страницы мы должны делая продукты безопасности делать то есть их готовить таким образом чтобы с одной стороны пользователи который в первый момент увидел этот продукт и попытался его использовать он смог это сделать очень быстро и удобно то есть юзабилит с другой стороны это должно быть безопасно если мы возьмем и поставим его продукт с дефолтными настройками которые позволят очень быстро этот продукт разломать то очень большой процент людей просто возьмет в том виде в котором этот продукт есть впихнет его себе в продаж это же не секьюрно вот пришли контесты они его потекали и сказали это не секьюрно это что у вас за продукты это так на самом деле происходит поэтому секьюрити дефолт это одно из наших основных правил мы продукты в базовом то есть в дефолтные настройки мы делаем таким образом чтобы их ушатать было практически невозможно при этом стараясь их всегда оставить вполне доступными для использования либо там каких-нибудь доктор композов там я обычно пишу большие несколько строк с восписательными знатами ребята это небезопасно не используйте это очень важно телеметрия здесь тоже все понятно и последний момент это к цене вопроса эксплуатации комплекс всех активностей по дальнейшей поддержке продукта под комплексом активности я здесь понимаю это и дальнейшее сопровождение документации даже это важно и конечно же это возможность вообще написать разработчику возможность создать ищу и возможность получить какую-то реакцию поэтому постарайтесь не создавать бесполезных продуктов которые в конце концов не будут выплатить ну а теперь приходим к более интересной части собственно про секьюрити вот здесь я объединил две вещи я сначала хотел их написать отдельно про безопасность непосредственно ваших приложений про безопасность инфраструктуры но поскольку у нас сегодня вступление про самолеты было я соответственно постарался сегодняшний доклад построить в виде некоего чек-листа который может быть использован командами для то есть момент разработки проекта в момент построения инфраструктуры для того чтобы просто его взять и проверить основные моменты а все ли у меня так хорошо и выяснилось что вот вопросы безопасности приложения отдельного которые мы раздабатываем и инфраструктуры очень часто пересекаются большинство пересекаются поэтому я здесь объединил просто в отдельных моментах мы будем расставлять акценты что касается продукта что касается инфраструктура почему я решил написать доклад потому что о пользователях я уже говорил о проблемах с консультацией я уже говорил когда я разговариваю с Дворцем человек начинает на меня сыпать кубернетис докер истер я задал вопрос а ты можешь четко сказать что каждое из действий кубернетис тебе делает например с твоими айбетейблс ты можешь описать многие из вас здесь могут это сделать а с ибетейблс то есть на лейер 2 фильтры я уверен что очень мало вот третий вопрос который я тоже задаю а вы вполне уверены в выборе вашего сетевого драйвера допустим для вашего для вашей инфраструктуры гибернетис вы чутко понимаете как он работает вы чётко понимаете его уязвимости прорисовывали бы модель безопасности вообще вы понимаете модель угроза вы понимаете риски которые то есть как правило на эти вопросы большинства подъезда неизвестен значит давайте начнем с двух замечательных слайдов прошу прощения первый слайд это топ 10 уязвимостей веб-приложения почему именно веб потому что я считаю что подавляющее количество приложений разрабатываются не обязательно они веб но они в стиле почему в стиле потому что как правило это апи как правило это HTTP либо GRPC варианты стаковки это практически очень аналогично здесь 10 основных уязвимостей которые были в приложениях это инъекции проблемы с аутентификацией это проблемы с утечками данных проблемы различного рода с входными данными проблемы access control ну в общем-то проблемы общей конфигурации и проблемы конечно же мониторин они в топ 10 обращаю ваше внимание посмотрим на Cloud Security Alliance тоже подготовит вот такие вот вещи но готовят уже для облачной инфраструктуры мы если сюда внимательно посмотрим мы увидим что названия еще другие но суть примерно то же самое то есть это дата табличес это огромные дата табличес которые происходят год от года и год от года они только увеличиваются мы на сегодняшний день по состоянию 2018 год уже вполне себе привыкли к полмиллиона записи утекло ну окей хорошо мы к числам сотни тысяч утекшей записи уже нормально привыкли от крупных гигантов и нормально к этому относимся это проблемы с небезопасными интерфейсами и так далее и так далее практически все то же самое но только на уровне инфраструктуры как мы можем это все победить ну давайте начнем с главного то есть главными я бы выделил три момента вообще подхода к построению безопасных приложений и безопасной инфраструктуры помните картинку про два домика да вот первый пункт это уменьшение сужение поверхности атаки то есть первое что мы всегда должны делать думая о безопасности мы должны сужать поверхность атаки мы должны делать окна больнички мы должны делать маленькие двери и четко контролировать кто кто через них походит второй пункт принцип наименьших привилегий я думаю большинство в курсе что это такое достаточно старый метод но тем не менее большинство людей с которыми я общаюсь к сожалению об этом забывают забывают очевидно или не очевидно иногда они просто выделят пришел девелопер так что отрезать ну что второй раз не приходил хорошо дадим это пожалуйста извините либо мы просто забываем убирать ненужные правы это все относится сюда ну и третий момент это конечно же я как старый телекоммуникационщик все что не разрешено все должно быть запрещено по умолчанию начну я с архитектуры конечно же сегодня это микросервисы и хотя мы все еще продолжаем в некоторых случаях использовать машинные гиганты отдельно стоящие мы все равно большинство приложений готовим виде микросервисы безусловно это удобно безусловно но на мой взгляд надеюсь сегодняшний это хороший тренд это не просто хайп а нормальный технический тренд потому что это упрощение отдельных частей это изоляция это гибкость и соответственно все вот эти вот факторы они приводят в конечном счете к улучшению вопроса с безопасностью но есть очень важные минусы во-первых упрощая сами приложения отдельные компоненты мы существенно усложняем инфраструктуру то есть с одной стороны мы убираем боль по безопасности с конечного разработчика маленького кусочка с другой стороны мы эту боль вешаем на человека который будет все это интегрировать и здесь недостаточно взять одного безопасника допустим или недостаточно взять DevOps инженера то есть это огромный комплекс мер который должен быть и организационных и технических общая сложность в том числе разработки то есть инфраструктуру достаточно большую мы должны уделять очень серьезное внимание ее проектирование надеюсь сегодняшний как происходит я уверен вы часто общаетесь с молодыми ребятами с молодыми проектами с стартаторами обычно это происходит так а давай мы запилим вот это а как будем доказывать ну хорошо да у нас кубик есть там у нас 2 3 есть сразу и полетели вот то есть вопросами проектирования естественно не уделяется внимания сегодняшнего все знаем прекрасно законы вышедшие по защите персональных данных и работая скажем в рамках европы или неважно мы всегда рискуем наш бизнес молодой статар потерять поэтому первое чему я удивил бы внимание ну хотя бы постараться построить изначально хотя бы приблизительно модель вашей вашу архитектуру с учетом вопроса безопасности краткого группа первое необходимо определить вообще источники урос то есть что для вас является источником урос это могут быть там внешние атаки это могут быть утечки внутри это могут быть различные варианты второе конечно же вот здесь есть документы которые очень хорошо будет знать каждому девопсу перед тем как проектировать какую-либо инфраструктуру это хорошие стандарты которые часто используются для того чтобы мы вообще понимали и могли классифицировать все что все то что в нашей инфраструктуре происходило чтобы могли не забыть конечно же как я сказал в самом начале это все не по нации на мой взгляд стандартам всегда хорошо но на мой взгляд каждый из вас должен вот это все с этим всем ознакомиться и для себя сделать выводы с чем конкретно мы работаем чему конкретно мы соответствуем третий путь обязательно классифицировать ваши ваши данные которые вы хотите защитить после того как вы имеете классифицированные данные когда вы понимаете что вот эти данные нам нужно защитить а вот эти данные для нас скажем риск того что они утекут практически очень мало и цена вопроса защиты не стоит а вот эти данные для нас вообще абсолютно важны после этого мы переходим к архитектуре это компоненты строим модель датафлова строим модель взаимодействия процессора и так далее после того как эта карта есть мы определяем модель угроз в конце мы определяемся со стандартами хотя уже которым мы будем соответствовать и в конце пишем security план чтобы security план мы пишем основные правила и для разработчиков и для деплоя и вообще для производства для процесса производства и деливрии вашего продукта который мы должны соответствовать на протяжении ближайшего времени причем не просто соответствовать а вот очень точно выполнять если что-то нам в этом плане не нравится меняем план потом меняем процесс и ни в том случае не надо то есть говоря о подходах к безопасности необходимо отметить такой момент важный как вообще работа с информацией когда мы говорим о безопасности мы в первую очередь говорим о том что у нас есть опасения относительно того что наша информация станет использоваться не так как она должна использоваться то есть это либо утечки с использованием где-то так сказать в местах непредусмотримое ее использование либо это использование credential и так далее и так далее в нашей же инфраструктуре для ненормальной работы нашей же инфраструктуры это поэтому здесь обязательными классификация по какому принципу бизнес информация техническое информация бизнес информация это информация о ваших абонентах и техническая информация эта информация о ваших инфраструктуре это внутренние логиные пароли это какие-то логи которые вам не хотелось чтобы ушли на сторону после того как бы мы классифицировать информацию мы определяем риски здесь в первую очередь риски по compliance Риски юридические, это чаще всего относится именно к бизнес-информации Риски репутационные и риски по качеству, это уже техническая информация То есть утечка технической информации, это ваши прямые риски по качеству работы ваших сервисов Дальше, обязательно определяйте так называемого владельца вашей информации Не имея четко определенного владельца, вы не сможете в дальнейшем четко определить права Когда мы говорим о каждом из пунктов, я постарался в конце каждого из пунктов добавлять такие вещи, чему оно позволяет противостоять То есть какие угрозы оно позволяет предотвратить Соответственно, работа с информацией, очевидно, что это практически все угрозы, которые касаются информации, в том числе внутренних ваших продаж Второй момент, очень мною любимым, поскольку, естественно, мы работаем в компании, которая занимается вопросами криптографических уделений Конечно же, необходимо в вашей соцсетке в Data шифровать Но вопрос в том, как шифровать? Шифровать бездумно все, я не рекомендую Это очень большие затраты, как и технические времени разработчиков, так и, в общем-то, проблемам в дальнейшем при эксплуатации, цена эксплуатации Поэтому ни в коем случае не шифруйте все Дальше Используйте для паролей криптографические хэш-функции Я очень внимательно вот здесь делаю акцент Почему? Потому что хэш-функции делают практически все Но именно криптографическими хэш-функциями очень редко кто пользуется Мы, в конце концов, в прошлом году замечательно была проблема с Instagram, когда у него эти клинтексты пароли и уходили назад в некоторых формах Это люди, которые брали клинтекст и использовали в дальнейшем процессе Никогда не используйте клинтекст, кроме для того, чтобы сделать из него хэш-функции с импульсами криптографической функции и в дальнейшем очень правильный Обязательная ротация или использование криптографических решений в целом Не старайтесь писать свою крипту, пытайтесь ее правильно применять Что позволяет предотвращать шифрование? Ну, естественно, это вопросы утечки, вопросы аутентификации, то есть отсутствие открытых паролей Это инфраструктурные риски, связанные примерно с теми же вещами Какое влияние на юзабилити? Ну, конечно, это в первую очередь производительность Вторая – это необходимость построить нормальный key management Третья – это, как правило, вопросы, связанные с работой с базами данных То есть это проблема поиска по зашифрованным базам данных, кстати, у нас есть решение для этого Но в первую очередь эта проблема отработает людей от работы с шифрованием Пробегусь быстренько, дальше не буду выдаваться, мне подсказывает очень мало времени осталось, к сожалению Работа вообще, в принципе, с вашим аккаунтингом, работа с положительными акцесс-листами, работа с вашими ролями Уделяйте этому особое внимание Вот здесь чуть подробнее остановимся Когда вы хотите анализировать проблемы, которые могут возникнуть с вашими данными Которые могут возникнуть с вашей инфраструктурой Вы должны логировать информацию Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность ее проанализировать Как логировать информацию без риска утечки данных Вы должны либо делать анонимизацию, либо псевдонимизацию Здесь достаточно мало времени для того, чтобы глубоко говорить о том, что же конкретно это такое Но, в двух словах, это подходы, которые позволят вам С одной стороны, иметь возможность восстановить исходную картину При наличии соответствующих прав доступа в вашей инфраструктуре С другой стороны, утечка какого-то пропуска информации не приведет к раскрытию исценности данных Следующий момент Обезопасить естественную передачу данных То есть все ваши коммуникации между сервисами Вы обязательно должны уделить внимание тому, каким образом сделать их безопасно Вопрос в студию Есть DLS и SSH, которые часто мы используем Чему больше доверять? Кто может доверять? А почему? Но быстрее отменяется новая защита Вот здесь, в общем случае Понятно, что, на самом деле, вопрос промокационный И нет точного ответа Точный ответ может быть только в условиях каждого, ну, конкретно, какого-то контекста Но, в общем случае, при внутренней доступке, мы доверяем больше всего DLS Почему? Потому что цепочка доверия скроется от CS с артификатом, которые установлены в вашей системе Когда мы работаем с SSH, у нас есть обязательное правило Иметь проверенные фингерпринты всех машин, с которыми мы планируем соединяться Если у нас нет проверенного фингерпринта, то SSH можно не доверять В моем моменте работает замечательно То есть, для нас важно иметь цепочку, от которой мы можем все это проверить Единственная цепочка, которая по умолчанию в большинстве случаев у нас есть в схеме Отмена с артификатом Для этого надо модифицировать систему Это разные вещи То есть, это разные виды атак Это не означает, что тарасами можете защитить Я сказал этот вопрос с небольшой провокацией Да, и всегда есть, в общем-то, вопрос контекста Поэтому обязательно прибивайте ваши сертификаты, когда вы работаете с сервисами Старайтесь не устанавливать все сертификаты Это вот о том, о чем сейчас как раз мы говорили Как сертификаты для доверия во всей системе Потому что, если, например, ДО выдает сертификаты для их сервиса базы данных Если мы установим во всю систему, то все дочерние сертификаты, которые выдаст вот этот маленький сервис Не сам ДО, а маленький сервис Ваша система будет им доверять SSH, естественно, доверяет только имея фингерпенсы Если вы хотите использовать какие-то отличные Под стандартных TLS или SSH протоколы Есть достаточно много библиотек Но, опять же, акцентировать внимание Лучше не писать свои Лучше используемые библиотеки Что в этом случае мы стараемся закрыть? Какие проблемы? Это, естественно, проблема с аутентификацией Это проблемы с данными И, опять же, проблемы с креденшинами И вообще с утечками данных Влияние Это, конечно же, вопросы производительности И вопросы грамотной инфраструктуры ключей Это то, на чем строится вообще ваша безопасность Зашифровать недостаточно Очень важно построить грамотную инфраструктуру ключа Валидация Это тоже для вас всех известно Когда мы работаем с данными Мы должны их обязательно валилировать На входе, на выходе И строить фаерволы Не забываем про уровень L2 С которого мы начинаем Строим не только на уровне Самого высокого На уровне приложений Но и строим их от самого низа Не забываем о том, что на уровне приложений На L7 У нас недостаточно фаервола Такого как в автор Нам надо фаерволить В том числе и запросы базы данных И какие-то другие приложения То есть по каждому этапе Строительные фаерволы Что мы в этом случае предотвращаем? Очень большой комплекс И инъекции И проблемы с общей безопасностью И вопросы на течении данных И так далее, и так далее Влияние на производительность Ну в первую очередь Я бы здесь выделил Это false negative Это то, от чего стоит всегда Стараться отходить Но это то, что все встречается Как будто мы строим фаерволы Это всегда у нас false negative Это всегда проблема для пользователей И необходимость постоянно их вновлений Про телеметрию мы уже говорили сегодня Да, не забывайте, что телеметрия Это в первую очередь Производительность, конечно Это во вторую очередь Возможность дебага И в третью очередь Это обязательно Это возможность определить Активно противостоять Активно противостоять И анализировать И анализировать Прошедшие атаки Что мы закрыли Вот, проговорив все эти вопросы По веб То есть по сути По приложениям Мы закрыли практически все Вот здесь Вот здесь вот есть Cross-size scripting И опять же То есть вопросы Связанные Со сторонними Какими-то приложениями Часть не закрыта Но часть это Закрывается уже Другими средствами Это уже Средствами Программирования Не только Что мы закрыли здесь Мы закрыли опять же Здесь По проблемам инфраструктуры Практически все За исключением Вопросы Связанных с Датом ОС Ну естественно Это уже вопросы Ну, больше такие там Скажем Арминистраторские Чем Дебопсовские в целом Да И чем вопросы безопасности Потому что это Вопросы Бэкапов И так далее Мы не закрыли здесь Вопросы Которые Касаются Организации Всего процесса Хотя Дебопс Конечно же Современный И должен И в этом участвовать То есть Это Какие-то Социальные вещи Это Взаимодействие Между людьми И так далее И так далее Мы не закрывали Вопросы Потому что Это вопросы Которые требуют Отдельного Очень широкого Изучения В плане И производительности Вашего приложения И построения Инфраструктуры Поэтому Ну заканчивая сегодняшним Вступлением Хотелось бы еще раз Подчеркнуть Идеального Идеального Решения Нет Каждый Опускает Очень Своебразный Продукт У каждого Я сегодня Лишь постарался Рассказать О том На что Мы обращаем Внимание Когда мы Делаем Свои продукты Естественно Постарался Рассказать Об этом Достаточно Обзорно Не углубляясь В детали Во-первых Достаточно Мало времени Во-вторых Ну надо с чего-то Начинать И в-третьих Я попытался Построить Сумешний свой доклад Еще раз скажу В виде Чип-листа Если вам будет Интересно Доклад будет Обубликован Вы можете его использовать Я буду рад Если Вы Будете задавать Мне вопросы И буду с удовольствием На них отвечать Что ж Спасибо Ваши вопросы Да Есть ли Будьте добрым Откратите Скажите Ви вважаете Безпечным Зберегать секрети Cloud Provider Ну На мій погляд Зберегать Ну Дивіться Все залежить від того Все залежить все зависит от того, какой security plan вы сделали для вашего архитекта это очень зависит от того, какие данные будут там спорить так, вы скажете, что это sensitive data, но sensitive data, по-перше, нужно классифицировать и потом еще обозначать, насколько для вас есть проблема, насколько для вас есть высокие риски того, что вы их втратите, но они будут выкрости третьей особой выходячи из этого, вы решите, что стоит строить свою собственную инфраструктуру сколько она будет стоить для вас, и вы просто на брошевом размере все вы решите и решите, что стоит для вас это я тому и предпределяю очень большую увагу плану именно потому, чтобы четко классифицировать, четко визначитесь, что и где вы планируете сберегать, и именно это даст вам в конце концов, в конце концов, вам это даст снижение ваших витрат в дальнейшем на использование вашего аппликача мы же не можем сказать ни про что в этом жизни без вартости, так? мы працюем, мы планируем там отримать какую-то заработную плату, так? если мы не будем думать про это вимирювание грошей, то мы, ну, в конце концов, мы там заведем свою зарплату до минимума ну, это тоже, ну, я вважаю, что, ну, с точки зрения бизнеса нужно, ну, очень важно и очень ретельно, враховывающий таки грошовый аспект это решить, да а вы доверяете своему дата центру? эм, так а я нет не, эм, перепрошу, я не совсем точно не пою звисто, самому дата центру я не доверяю, я доверяю кластеру, який там обудованный я не доверяю кластеру, который вы построили эм, ну, вот ну, вот и вопрос, доверяете ли вы клауд провайдеру, доверяете ли вы вам все заканчивается простым, вы верите в этот solution, верите в этот solution, что он не бричит ваши данные, вот и весь вопрос самое так, а а что в решт и решт у нас рассудить нас рассудить те, что будет наш продукт, в решт и решт там, будет использованный и сколько раз его будет использованный и сколько мы за это получаем то есть то есть ну, юристи, на жаль, вирішают только legal но они не решают репутаційно репутаційно ну так репутаційно, например, есть фейсбук и у меня втратил миллиард контакт, да и мы завтра все равно користуемся, потому что ось, это одна из моих наулюбленнейших питаний когда мы говорим, что нас это не влаштовывает но мы продолжаем это использоваться если мы используемся для нас это влаштовывает еще вопросы? нет? ну тогда очень спасибо, очень приятного аудитория